когда я был маленьким мальчиком моим любимым увлечением было сопоставление себя с героем на экране практически каждой мультфильме был какой-то персонаж которого я присваивал себе и говорил что теперь я это он шамане кинге я представлял себе йоу ведь он был наделен качествами лидера и мог заставить любого перейти на сторону добра черепашках ниндзя я был леонарду а в сонике shadow просто потому что он классно выглядел но в аватар легенда о банге я не смог отождествить себя с каким-то одним персонажем что там не нравилось ванги что-то в катаре а что-то автов но я почти никогда не задумывался о том что персонаж который наиболее похож на меня это зуку и это естественно ведь все персонажи которых я перечислил ранее были теми кем я бы хотел стать но зуку звук олицетворял меня настоящего такого каким я был и продолжаю быть до сегодняшнего дня это видео называется почему звука самый важный персонаж аватара и это название как по мне олицетворяет мою мысль максимально лаконично естественно в мою сторону сразу полетят камни а как же анг что же давайте по порядку и для кого не секрет что все главные герои аватара прописаны как нельзя лучше их мотивации ясны как вода их истории хорошо рассказаны характер и заставляют вовлекаться происходящее как можно сильнее но есть один персонаж который мало того что непомерно влияет на сюжет так еще его раскрытие является на голову более комплексным и заставляющимся переживать чем еще либо еще имя ему звук у звук у единственный персонаж аватара путь которого мы видим от начала до конца внутренние переживания которого нам показывают на протяжении всего сериала становление которого мы наблюдаем на протяжении всех трех сезонов вы только задумайтесь все персонажи кроме звук у если не сразу то практически сразу знали на какой они стороне ничего они хотят ангу необходимо было победить лорда огня которая должна была обучить анга магии воды тоф магии земли сока просто сопровождал их и помогал в трудные времена азула точно знала что она на стороне лорда огня дядя эра точно знал что он не будет поддерживать своего брата так как являлся одним из главных шишек белого лотоса и языку который понял чего он хочет лишь через два с половиной сезона через 50 серии 60 эта история о мальчике которого в 13 лет его же родной отец вызвал на дуэль и оставил ему шрам на пол лица на всю жизнь а после изгнал на поимку аватара зная что его никто не видел больше ста лет именно с такой предыстории нас знакомят практически с первых минут и потом на протяжении всего сериала еще повторяет несколько раз но уже в подробностях это все не просто так авторы сериала намеренно напоминали нам о трагичной судьбе звук у показывали флешбеки его внутренние переживания все это сделано для того чтобы всегда держать нас настороже и в осознании того что происходит голове у звук у и то что делает этого персонажа таким живым это неопределенность которая свойственна каждому из нас той или иной степени колебания при принятии каких-то важных решений и так далее очень показательными является серия моментов между последним эпизодом 2 сезона и первым десятком эпизодов 3 после того как звука принимает кульминационное решение предать своего дядю и перейти на сторону азулы около 10 серии мы наблюдаем внутреннюю борьбу идеи ценностей мы видим звука изнутри я предал дядю он предал тебя я признаю у меня теперь есть все о чем я мечтал но я думал что все будет по-другому прошу дядя я запутался мне нужна твоя помощь теперь я снова дома отец говорит со мной он даже считает меня героем я потому что я запутался потому что я больше не знаю что правильно что неправильно на протяжении этих серий мы видим как звука задает себе один тот же вопрос а это ли то чего я хотел ведь он жил последние три года с целью разобраться с аватаром и когда наконец ему удалось сделать это и вернуть доверие отца и всего народа огня вернуть свою честь он чувствовал что это не тот путь которому он всегда хотел следовать без звука история бы потерял свое сердце потому как огромная часть смысла которая присутствует аватаре существует именно благодаря звук и конечно же дядя аэро звука выступает в роли ученика который частенько не слушает своего учителя который делает тонны ошибок и принимает неверные решения и благодаря этому зритель учится вместе с звук учится решать свои ментальные проблемы и прислушиваться к своему учителю звука очень далек от идеала в то время как анг если не пристает к нам как идеальный персонаж то как герой который имеет самые чистые побуждения не убивать любое живое существо не мстить и так далее и хотя анг также совершает ошибки мы все равно знаем что анг идет по пути который ему известен то время как звука не понимает куда ему двигаться поэтому дети подростки некоторые взрослые скорее всего будут учиться вместе с звук у потому как его проблемы имеют много общего с проблемами большинства современной молодежи не только все персонажи развиваются по мере прохождения каких-то трудностей преград и отдельных ситуаций но развитие звука как по мне не сравнимы ни с кем еще одной особенностью которые я имел будучи маленьким было то что я умел подмечать серии в которых не было главных героев нашем случае это анг катара и соку и угадайте что все эти персонажи присутствуют во всех сериях аватар легенда банги кроме одной 7 серии 2 сезона который называется одинокий звуку также звука единственный персонаж которому посвятили целую серию без каких-либо параллельных сюжетных линий только история о нем что дает нам понять что он достаточно важный герой когда я смотрел аватар в детстве это не воспринимал поступки звука также как и сейчас только представьте внутренние конфликты переживания звук на протяжении первой половины третьего сезона это что он решается отказаться от всего что он получил после того происшествия басингсе звука не имея более поддержки со стороны дяди не знаю наверняка примет ли его команда аватара к себе и отрезая все пути назад решается на невероятно отважный поступок отказаться от всего что ты имеешь отправиться в неизведанные места невероятно тяжко если бы меня попросили выставить главных героях аватаров последовательности важности от самого важного персонажа до менее важного то это бы выглядело примерно так и важность тут заключается не только во влиянии на сюжет а также во внедрении в сериал смысла все персонажи аватара раскрыты хорошо все они имеют свое развитие а также идею которую они несут в себе а тот импакт который вносит звук он невозможно сравнить с другими эта история поисках себя нахождение своего места в жизни а взаимоотношениях о дружбе о прощении звука всегда будет моим самым любимым и самым содержательным персонажем в аватаре звука мы видим наши пороки и вместе с тем звука мы видим то как эти пороки преодолевать увидимся а